23 октября, Елена. Письмо называется «Не говорит 2 года». Юль, добрый день. Здравствуйте, Елена. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. С удовольствием смотрю ваше видео. Доченьке 2 года. Родилась на 39-й неделе. Путенки срыва сечения. Тазовое прилежание. В 4 месяца начала переворачиваться. В 5 месяцев ползла. В 6 села. В 7 встала у опоры. В 11 пошла. Очень активная девочка. Так, в 11 пошла. Очень активная девочка. Сейчас нам 2 года, и мы говорим, мама, папа, дядя, звуки, животные. Бить ли мне тревогу и когда? Читаю, что дети в этом возрасте должны говорить предложениями. Ну, это нормотипичные. Кисареты, я заметила, что в большинстве случаев они чуть попозже начинают это дело. Бить ли мне тревогу? Читаю, что дети так, тара-та-та. Дома занимаемся, но не буду врать не каждый день. Любят краски, тесто для лепки. С недавнего времени можно полистать и почитать книгу. Очень требовательная девочка, что не по ее истерика, но не каждый день. Иногда укладываемся очень долго. Я мам нервная. Сейчас пью таблетки, выписанные неврологом. Может ли мое состояние отражаться на дочери? 100%. Все, 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 все скрытое подноготное у родителей, все это есть то же самое у детей. Я всегда говорю, что в родительство нужно уходить чистым. После посещения курса психотерапевта, когда у вас нет ни комплексов, ни обид, ни кризисов 30, 40, 50, 20 лет. Ничего у вас нет ни тревог, ни навести к мужу, ни обида к матери, что там что-то не додали, ни к миру, ни к чему. Ни учебы, ни погони за карьерой. То есть родительство должно быть чистым ото всех каких-то тревог, иначе все это спроекцируется на ребенка. Дома не все гладко. Бывает, срываюсь на мужа. Опять же, надеюсь, после курса стану стабильнее. Станете. Но мы очень любим дочку. Стараемся чаще это проявлять. Обнимашки, поцелуи и прочее. И еще вопрос. К сожалению, я не знала, что ребенка в губы целовать нельзя. Сейчас я и папа целуем ее в щеку, нос, лоб, но она целует теперь меня в губы. Как мне теперь себя вести? Сырание. Спасибо за ответ. С уважением, Елена. У ребенка есть свои границы. Тело, души, мировоззрение, ближайшего окружения, своего я. То есть у него есть свои границы. У каждого есть свои границы, свое личное пространство. И мы не влезаем в чужое это личное пространство. Как только мы начинаем ребенка щекотать, тискать, целовать во все пяточки, попочки. Это все после шести месяцев. Ну, после года максимум. Кормить грудью, спать вместе, на пляже бегать голым. Ну, что еще? Что? В ванне вместе мыться, в бассейне ходить голыми переодеваться. Вот все, что я вам уже это дело рассказывала, вы со мной спорите, лынско, слово в слово подтвердил. Вот. Это дело нельзя делать. Почему? Потому что нарушаются личностные границы этого ребенка. И особенно в сексуальном плане. То есть он должен себя чувствовать защищенным. Когда он ходит голым, когда пришли гости, а он в одной майке и в трусах, или вообще без трусов. Когда его целуют во все интимные или неинтимные места, я про попу, про губы. Это все убирает вот эти границы. И когда он вырастет, он будет считать, что это все нормально. Вот подошел какой-то мужчина, педофил, прости господи, начал трогать, щупать, да, где не нужно. А для него это все нормально. Это так, он с детства к этому привык. Это все должно быть закрыто. Даже маленький ребенок, он все равно после трех месяцев, шести месяцев, он не может быть на пляже с пессуном направо и налево. Это все должно быть прикрыто, потому что это воспитывает будущее, половое, сексуальное, как хотите, личные границы. В общем, это все вот с этим вот связано. Туда же и губы. В губы никогда не целуют ребенка, потому что это эротическая, это сексуальная точка ребенка. И она должна быть активирована тогда, когда пойдет пубертат, когда нужно будет. Это к сексу относится. Целование попы, подмывание девочки папой до 7-летнего возраста, это все относится к сексу. И здесь нужно все очень грамотно, очень тактично и не лезть вообще в эту тему раньше времени. Или не лезть вообще как с поцелуями. Вот, это эрогенная точка. Вам Фрейд сейчас, мне кажется, там переворачивается и говорит, да, да, не трогайте детей в этом месте. Вот, изначально, если там, говорю, в попу еще можно целовать, умиляться в складочке во все там до 6 месяцев, то в губы никогда. Не в месяц, не в два, не в три, никогда. Если сейчас у вас уже есть эта привычка, и вы хотите, вы понимаете, слава богу, что вы понимаете, есть такие, которые не понимают вообще, говорят, я целовала в 7 лет в губы своего сына, я и буду дальше продолжать. И как мне сейчас пост прислали, я могу, кстати, скрин сделать, ванна, мама с даяндрами голая, чуть-чуть там лобок прикрыто водой, уровнем воды. Ребенок 5 лет на маме, в этой маме, в ванне голая лежит и сосет ее грудь. И подписано, я кормила грудью, я и буду кормить его, пока он не отвалится сам. Это у него диагноз, это точно. И у мамы диагноз, психиатрический, мне кажется, уже неврологический какой-то, а психиатрический. И у ребенка однозначно будет диагноз, вообще этого делать нельзя. Это просто башки напрочь, 5-летний, мать голая, в ванне, он сиську сосет. И везде, говорит, он меня может на улице попросить, в машине, в автобусе, я везде ему дам. А у ребенка видно уже какие-то стигмы уже на лице, мне кажется, он нездоров уже. У него, видно, невооруженным глазом стигмы однозначно есть. Ладно, вот, старайтесь во все эти половые, сексуальные, гениталии, рот, во все это. Если нужно влезть, то очень тактично и в свое время. Но вообще лучше это все не трогать, дабы, ой, какая штука стоит, дабы ребенок был здоров в этом вот плане. Вот, к губам опять возвращаемся. Если была привычка, молодцы, что вы хотите это дело убрать. Каждый раз, когда к вам ребенок тянется, к губам вы такие, оп, щеку повернули, она, допустим, вас чмокнула или не чмокнула, остановилась. Вы ее взяли при этом, и тоже в щеку. Носик поцелуй, щечку поцелуй, руловик поцелуй. А где пальчики, давай все прицелуй. А давай ушко прицелую. И вот неделя, другая, третья, и все, ребенок забудет ту модель в губы и будет повторять за вами движения. Потому что они все повторюшки, они растут по образу и подобию. Только не читайте лекции, так делать нельзя, вот мы раньше делали, а это неправильно, больше не будем, это стыдно. Не вообще ничего, просто в игру. Тянется она, губки к вам тянет, а вы хлопай в носопырку ее. Вот, по поводу губ. Так, а теперь по поводу речи. Смотрите, значит, как я уже говорила, еще раз скажу, что я кисариат вижу, по большей части, конечно, не всех. А вот случаи, когда... Я думаю, не только ты, а все, которые... Да, дефектологи, да, все специалисты, которые работают с ненормотипичными детьми, у которых есть какие-то те или иные диагнозы, да, они их видят. Вот, есть и стигмы, и поведенческие какие-то маркеры, и в процессе диагностики это вываливается, и из бесед с родителями. И бывает так, как я вам уже говорила, что кисариата есть с хорошим потенциалом, с сильным геном, хорошо прошла беременность. Микроэлементов, витаминов, в общем, сильные мамы и папы на здоровье и на иммунитет. И они компенсируются сами, за полгода скомпенсировались так, что я их не увижу. А бывает, что у кисаренка... Кисаренку пошли делать кисаросечение после, там, допустим, 20 часов невозможности родить самостоятельно, когда гипоксия уже зашкаливает, когда там еще и кесарю неправильно провели, и когда еще беременность была, 3 месяца рвота у матери, да, этот токсикоз, не может скомпенсироваться он, не может, ему нужно помочь. А ему не помогли скомпенсироваться, и, конечно, я его увижу. Задержка речи, повышенный эмоциональный фон, тремор какой-нибудь, навязчиво летающее движение в руках, вот он радуется, у него эмоции, а у него руки пошли вот так вот летать, понятное дело видно. Ихлали, и задержалась, ну, что там говорить-то, есть какие-то эти внешние. Вот, значит, по поводу речи, смотрите, значит, по поводу речи. Я, когда ребенка смотрю, это нужен ребенок все-таки. Ко мне приходит ребенок, мы диагностируемся, занимаемся, там, в общем, общаемся, речи нет, ну, просто какие-то такие звукоподражания, так, допустим, да, два-два с половиной года, полноценной такой речи нет, но я вижу, что все психические процессы, все мышление, все, как сказать, физические нормы, все, все в норме, все, пробы какие-то физические, да, на ноге стоял, он прыгает, он метает, он зрительно-моторно-координация хорошо работает, все хорошо, и понимает, и усидчивый, и не истеричка. Ну, я говорю, да, ждем, ждем речи, ждем, сейчас она придет. И, да, действительно, проходит месяц-другой, на занятия ходим, да, на общеразвивающие, и вот потихонечку речь пошла, пошла, пошла. Я говорю, если вы видите, что каждую неделю что-то прибавляется, по два, по три, по десять, по двадцать слов, ну, давайте ждать, что его сейчас таблетками-то стимулировать. А если я вижу, что и тут не так, и запоминают плохо, и усидчивость никак не усядется, все бегает, полевое такое поведение, и ест плохо, и сосет, он только на груди и просит дело пососать, и внимание страдает, и память страдает, и что-то еще. Ну, а что ждать-то здесь нужно? Здесь нужно уже помогать скомпенсироваться. Не получается у него скомпенсироваться. Не будем ждать, давайте поможем. Первым делом идем опять на ЭГЭ, да, второе смотрим микроэлементы, третье, если там что-то нас беспокоит, значит, делаем рентген шеи, и начинаем, начинаем обследовать и думать, чем можно помочь ребенку. Поэтому я вам советую дать его долгопеды, это психолога, потому что по одной такой речи сказать невозможно. Нужно посмотреть ребенку, как вообще все остальные психические процессы, все остальные срезы, касаемые тела, слуха, глаз, мюха, пальцев, ног, есть ли какие-то стигмы, в общем, посмотреть еще что-то дополнительно к речи и сказать, если там все пятерочки, давайте подождем, если там троечки, ох, давайте помогать ребенку, я бы вот так сказала. Дойдите до специалистов, пусть посмотрят ребенка. Не говорит два года, Елена ответит.